Здравствуйте, уважаемые зрители Делового Славянска. Сегодня мы продолжаем цикл наших передач «Кофе в ярмарочном». И у нас в гостях интересный и известный человек в Славянске Ирина Степанова. Это просто житель, но мы сейчас поговорим о том, чем вы занимаетесь, потому что, насколько я знаю, у вас очень широкое поле деятельности. Вы являетесь председателем Донецкого областного общественного совета. Какие вопросы вам приходится решать на этом уровне? Спасибо, во-первых, вам большое за то, что вы пригласили. Для меня это очень почетно и приятно, что вы интересуетесь жителями нашего города. Я внимательно слежу за циклом ваших передач. В рамках моей деятельности, как председателя общественного совета, приходится заниматься абсолютно всеми вопросами. Начиная от тарифов на ЖКХ, заканчивая проблемой с дикими животными, отстрел которых не ведется у нас в области в связи с проведением боевых действий. Ой, совершенно разные вопросы. Насколько успешно это происходит? Насколько есть хороший контакт с властью? Сразу хочу сказать, что контакт с властью у нас вообще полный. То есть мы друг друга поддерживаем, мы друг друга очень хорошо понимаем. Мы стараемся даже быть друг другу максимально полезными. То есть в рамках своей работы, уже скоро год будет, как я стала главой общественного совета, я не могу сказать ни одного случая, чтобы было какое-то противодействие или мне отказали в какой-то информации. То есть спасибо огромное. На самом деле общественный совет создан при Донецкой облдержадминистрации, соответственно мы с ними контактируем, они нам помогают. Я только рада этому, спасибо им огромное за это. Скажите, вот в связи с тем, что поменялся руководитель Донецкой областной администрации? На нашу работу это никак не повлияло. Мы как работали, так и работаем. Комитеты областного общественного совета как работали, так и работают. Запросы мы направляем, ответы приходят, нам тоже приходит информация. Ну, скажем так, нам, допустим, предлагают изучить информацию о закупках через тендеры, через прозора, которые были сделаны для облдержадминистрации. И дать свою оценку, не находим ли мы там какой-то, я не знаю, коррупционной составляющей. Ну, как наблюдатели так. Да, совершенно. Вообще громадская рада это консультативно-дорачий орган. То есть мы, власть с нами консультируется, и мы в свою очередь даем какие-то рекомендации по тем вопросам, которые мы, допустим, знаем, может быть в лучшей степени, чем, ну, скажем, органы власти. Потому что они же тоже не везде имеют присутствие, не все вопросы, не все нюансы они могут охватить. Ну, для этого же и создан был общественный совет. А что удалось решить? Вот помните там несколько хотя бы, можно каких-то примеров назвать? Ну, вы знаете, у нас часть материалов находится еще в работе. То есть мы получили... Ну, я вам скажу так. Вот у нас в области есть программа по покупке жилья для детей-сирот. Вот. И я являюсь членом этой комиссии. И, например, у нас были, ну, я не могу просто называть фамилии, да? Ну, понимаю, конечно. Вот, там персональные данные. У нас было несколько случаев таких, о которых, о детях-сиротах, которые находились там, ну, совсем тяжелая ситуация. Мы передавали эту информацию на рассмотрение. И, ну, я думаю, что в ближайшее время вопрос жилья для них будет решен. Очень хорошо. В таком ключе. Ну, у нас были вопросы, допустим, зимой по перевозке детей, это на Юве-Донецкой области, Маринский район, по поводу перевозки детей школьным транспортом без соблюдения надлежащих там условий перевозки. Это неудобно было для детей, неудобно было для родителей. А просто-напросто сложилась такая коллизия, знаете, в связи с изменением административного отделения, там же финансирование тоже должно было поменяться. Ну, я вам скажу так, мы, многие вопросы мы решаем с нашим курирующим замом, с Добряком Сергеем Викторовичем, при его помощи, при поддержке других замов в ручном режиме. То есть, если это какой-то вопрос, который можно, ну, не обязательно там разводить бюрократию, обмениваться письмами, если мы можем сделать... То есть, это быстро, оперативно? Это быстро, оперативно, это решается, и за это, честно говоря, огромное спасибо. А что вы думаете по гражданской активности жителей Славянска? Что изменилось, по-вашему, если как-то... Вы знаете, на мой взгляд, изменилось радикально. То есть, если где-то там 13-й год, вот мы свою собственную организацию, когда открывали развитие инициатив, ну, была я на заседании общественного совета, но это, конечно, такое интересное было зрелище, можно сказать, никакое то... Ну, события, которые произошли, да, у нас в 14-м году, во-первых, они очень серьезно потрясли нас всех, очень серьезно. И те 3,5 месяца оккупации, блокады Славянской, которые нам пришлось пережить, они во многом поменяли в нас отношения друг к другу, прежде всего, как жители одного и того же города. Они поменяли в нас отношения к тем людям, которые не по своей воле попали в такую беду. То есть, жители Славянска, они достаточно активно в 14-м и в 15-м, да еще и до сих пор, помогают людям, которые выехали с неподконтрольной территории. Неожиданно, очень неожиданно и бизнес, и бабушки-пенсионеры, и мамочки с маленькими детками, то есть, ну, как-то вот произошла такая кооперация между теми людьми, которым не все равно, которым болит. И, наверное, благодаря тому, что вот такая гражданская активность у нас проявилась, и у нас был создан и общественный совет из очень активных граждан нашего города, которым абсолютно не все равно, что у нас происходит. Они стараются не только, знаете, видеть и констатировать какие-то негативные явления, какие-то факты, но они полностью стараются влиять на ситуацию, за что им, конечно, большое спасибо, просто как от жителя города Славянска. Очень сильно у нас было развито волонтерское движение, то есть, когда нужно было мобилизоваться, нужно было помогать, нужно было как-то включаться в помощь. Ну, даже, ну, скажу так, многие люди говорили, да я до конфликта вообще был обычным человеком, мне было абсолютно все равно, что там происходит с моим соседом или еще там с кем-то. Я жил своей жизнью, он наслаждался там на рыбалку, на охоту. Я, говорит, сам не понимаю, почему со мной так произошло. Ну, когда я увидел столько беды и столько горя вокруг, ну, вот так получилось, я среагировал и дальше, и дальше, и дальше. То есть, слава Богу за то, что у нас такие активные жители в Славянске. Хорошо. Скажите, а вот в настоящее время, помимо вот этой деятельности, вы, наверное, где-то работаете, можете немножко рассказать о том? Ну, да, могу. Я работаю в гуманитарной организации, и работа моя связана в основном с пребыванием на линии разграничения, то есть населенные пункты вблизи линии разграничения. В этом, собственно говоря, заключается моя работа. Миссия моя, я координатор по региональной адвокации, то есть это две области, Донецкая и Луганская. Ну, разные вопросы тоже приходится решать. Ну, в основном, связанные с конфликтом, да? Ну, с его последствиями, скажем так, с его последствиями, да. С последствиями конфликта это и гуманитарная ситуация, это и взаимоотношения в громадах, это и взаимоотношения громады с властью, и взаимоотношения просто людей с властью, и людей друг с другом. Разные ситуации бывают. Ну, мне моя работа нравится, я ее очень сильно люблю, я понимаю, что это мое место в жизни, и думаю, что вот именно тут я могу быть максимально полезной. В рамках деятельности, знаете, приходится видеть такие ситуации, которые не могут заставить человека остаться равнодушным. И, ну, нам всем надо не забывать, что мы живем вообще в состоянии войны. А война — это всегда горе, это всегда слезы, это кровь, это смерть, это, ну, это беда бедучая. Не забывать об этом, не забывать, потому что... И ценить, наверное, тот мир, который есть. Конечно, конечно, Эдор Берц, конечно, ценить. Ценить то, что мы сейчас с вами живем в квартирах, вообще мы живем в квартирах, а не в подвале. Мой ребенок уроки делает не при свечке в подвале, как другие многие дети, а имеет возможность включить свет, имеет возможность включить телевизор, пользоваться мобильной связью, да просто выходить на улицу, общаться со своими друзьями, посещать какие-то кружки, школу посещать. А ведь многие дети на линии разграничения не имеют этой возможности. Но и населенные пункты не имеют ни света, ни воды, ни газа, ни других благ цивилизации. И люди каждый день, ложась спать, знаете, не уверены, проснутся ли они живыми. Поэтому давайте не забывать и ценить то, что нам досталось. А достался нам мир, у нас сейчас мирный город, мы свободно общаемся, мы с вами имеем право свободного голоса, мы имеем право избирать и быть избранными. Люди на неподконтрольной территории такой возможности не имеют. Поэтому, слава Богу, что у нас с вами есть мир, и давайте его ценить, и давайте как-то направлять свои действия на то, чтобы этот мир у нас укрепить и не дать его разрушить заново. Да, действительно, это печальная история, конечно, вот то, что сейчас происходит, и то, что вы выполняете эту миссию, вам спасибо за это, в том числе, я хочу сказать. Ну, а сейчас давайте, может быть, перейдем к немножко таким блиц-вариантам, блиц-вопросам, о которых я хотел бы вас спросить. Вы прекрасно выглядите, вот как удается находить время для себя вот при таком графике работы. Ну, на самом деле, скажем так, мой сегодняшний хороший вид, это полностью, да, это заслуга моего старшего сына, который быстро меня встретил, быстро договорился, быстро отвез, быстро забрал, быстро накормил и быстро сюда привез. Поэтому спасибо ему, конечно, большое. Вот, Марк Сукуров, тебе отдельно от мамы спасибо, потому что на самом деле у меня двое детей, сын и дочь, и именно моя семья меня вдохновляет на какие-то такие активные действия. Ну, потому что хочется, чтобы дети видели в тебе, наверное, какой-то хороший пример и понимали, насколько это важно и для общества, и для самого себя, чтобы ты, ну, не был человеком, который живёт просто так, потому что так получилось. Да. Вот. Вот вы говорите, вы мама двоих детей, хватает ли времени вообще на семью? Вот как с этим? Ну, на самом деле, если быть честной, все же прекрасно понимают, что, конечно, не хватает, конечно, не хватает, но опять хочу повторить спасибо большое моей семье. Это моя поддержка, это моя опора, это моё вдохновение. Они уже, скажем так, адаптировались к этому режиму жизни. Дочка, конечно, иногда говорит, ну, мам, может быть, мы всё-таки посмотрим этот фильм когда-нибудь. Конечно, конечно. Доченька, ну, когда-нибудь, конечно, посмотрим. Сын меня очень хорошо понимает, потому что он сам очень активную жизненную позицию занимает. У него точно так же, как и у меня, практически не бывает свободного времени. Если оно у нас появляется, ну, да, мы стараемся какие-то, ну, искать возможности друг другу сделать что-то хорошее, что-то приятное. Да, там, сын меня, например, бывает приглашает в кафе, мы можем посидеть в кафе, но мы сидим, кушаем, и каждый сидит в своём телефоне. Нет, надо просто устанавливать правила, и когда мы общаемся друг с другом, всё, все средства связи надо убирать. Ну, это что? Это бич наше время. Да, к сожалению, это так. Это правда. Спасибо вам большое за ваше интересное интервью, и у вас есть возможность сейчас обратиться к нашим жителям и пожелать им что-то. У нас есть такая традиция. Пожалуйста. Да, спасибо. Ну, я хочу сказать, я очень люблю наш город на самом деле. Он своеобразный, он сложный, но тем не менее это наш город, мы в нём живём, и я хотела бы обратиться к каждому славянцу, прежде всего, никогда не быть равнодушным. Хотела бы сказать им о том, что мнение о том, что от меня ничего не зависит, это абсолютная ложь, это неправда. От нас зависит с вами всё. От нас зависит с нами, насколько в чистом и красивом городе мы с вами будем жить. От нас зависит то, как у нас будет работать инфраструктура городская. От нас даже зависит то, что о нас думают во внешнем мире. Ну, Славянск, он прогремел на весь мир событиями апреля 2014 года, и имидж нашего города. Это тоже зависит всё от нас. Поэтому будьте активными, любите свой город, любите его не только на словах, любите его на деле. И поверьте, если в какое-то дело мы вкладываем свою любовь, свою душу, мы потом сами удивимся, насколько прекрасные плоды это всё принесёт. Поэтому не будьте равнодушными, любите свой город. И, ну опять, я хочу повториться. Цените тот мир и тот покой, и тот спокойный сон, который у вас сейчас есть. Цените. Не забывайте уроки 2014 года. Не забывайте, что нам всем здесь пришлось пережить. И давайте просто делать всё для того, чтобы это никогда не повторилось. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну а на этом мы заканчиваем нашу программу. Хотелось поблагодарить наших партнёров. Это торговый центр ярмарочный, кафе Кантучинин Бейкеринг. Особенная благодарность сегодня. Спасибо, Великолепно. За прекрасный кофе, площадку предоставленную сегодня. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok